Вирус иммунодефицита. Против него нет вакцины и от него нельзя избавиться полностью, но сократить число заражений возможно. В региональном управлении Роспотребнадзора привели цифры статистики за 2019-й. В Ульянской области по сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась на 4,7%. Однако радоваться пока рано. Живущих с ВИЧ-инфекцией, с тех, которых мы не потеряли, с тех, которые новые выявляются, вот на данный момент у нас 12 047. За 6 месяцев было 11 974. Вот на 1 ноября мы уже сейчас, вот цифра новая, 12 047. Болен у нас каждый 103-й житель. Каждый 103-й. В эпидемию вовлечены 1,6% населения нашей области. 83% граждан заразились при незащищенном половом контакте, а остальные 17% при инъекционном приеме наркотиков. Что интересно, за 30 лет регионального ВИЧ-мониторинга не было зафиксировано ни одного заражения при получении медицинской помощи. Стоит отметить, что молодежь стала заражаться реже, чем представители старшего поколения. К примеру, 20 лет назад возраст большинства заболевших составлял 18-25 лет. В наше время получать положительный ВИЧ-статус начали граждане 50-летнего возраста. И это еще не предел. Если в 2001 году ВИЧ-инфицированных 87% приходилось на 15-29 лет, в 2018 году уже 82% были впервые выявлены уже старше 30 лет. Присаживайтесь вот сюда, пожалуйста. Кроме того, участились случаи заражения в выявлении ВИЧ в очень преклонном возрасте. Тема, заслуживающая особого внимания, это ВИЧ-статус детей. Как известно, у инфицированных матерей могут родиться здоровые дети. При условии, если беременная женщина вовремя узнает о болезни и не откажется от лечения. В противном случае безответственные родители обрекают ребенка на мучение и раннюю смерть. За весь период наблюдения к концу первого полугодия 2019 года в Российской Федерации родилось 198 666 живых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. И 11 тысяч из них была подтверждена ВИЧ-инфекция. В этом году компания борьбы со СПИДом получила название «Сообщество добиваются перемен». В ней участвуют ведомства и министерства, общественные организации и средства массовой информации. Просвещением населения занялись вплотную. Мероприятия проводятся и в школах, и в торговых центрах. Напомним, 1 декабря прошел Всемирный день борьбы со СПИДом. В Ульянске состоялось профилактическое мероприятие на площадке торгового центра «Аквамол». О здоровом образе жизни, обследованиях и ответственном отношении к своему организму поговорили со всеми желающими. Также люди смогли узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-тестов. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ.